ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Информация к размышлению. Геринг. Ветеран гитлеровской партии. Рейхсмаршал. Приемник фюрера. Женат вторым браком. Имеет двух детей. Образование среднее. Убивайте, убивайте, убивайте. Не думайте о последствиях. Знайте, за всех вас отвечать буду я. Герман Геринг. В 1942 году советская авиация развеяла миф о непобедимости германской авиации. А когда 800 самолетов-союзников, прорвав воздушную оборону Люфтваффе, разрушили и сожгли киль, Гитлер публично кричал на Геринга. Ни одна вражеская бомба не упадет на рейх. Кто говорил об этом нации? Кто уверял в этом партию? Профессия вождя – это точное соотнесение обещаний и выполнений, Геринг. А вы обманули нацию. Геринг считался героем-летчиком Первой мировой войны. После мюнхенского пивного путча он бежал в Италию и вернулся в Берлин лишь после амнистии. Гитлер выдвинул Геринга в Рейхстаг. Надо было завоевывать авторитет в народе. Но увереннее он чувствовал себя с фашистами и с магнатами, которые платили гитлеровцам. После победы нацистов Геринг стал рейхсмаршалом авиации. Рейхс-президентом Рейхстага. Рейхс-президентом Пруссии. Рейхс-министром авиации. Ответственным за выполнение четырехлетнего плана. Главным лесничим Германии. Уже в 35-м году среди низового аппарата пошли разговоры. Геринг перестал быть нашим Герингом. Он больше не принимает товарищей по партии. Он заставляет их становиться в очередь на запись в его канцелярии. Он погряз в роскоши. Он перестал общаться с народом. Сначала об этом говорили в полголоса. Но когда Геринг построил себе замок Каренхали, где устраивались бесконечные охоты, фюреру пожаловался вождь трудового фронта Лей. Манера поведения Геринга, сказал он, разлагает нацию. Геббельс добавил. Роскошь засасывает мой фюрер. Надо помочь нашему Герману. И Гитлер отправился в Каренхали. Оставьте его в покое, сказал он, поговорив с Герингом. Лишь один Герман знает, как надо представляться западным дипломатом. Пусть этот замок считается народным достоянием. Будем считать, что Геринг лишь живет здесь. Именно неподалеку от Каренхали был создан концлагерь, где с санкцией Геринга проводились опыты на больных стариках и детях. Это угодно нации, сказал Геринг, посетив этот лагерь смерти. Именно из Каренхали Геринг отправил приказ уничтожить Гернику. Именно из Каренхали он отдавал приказы бомбить Барселону, Варшаву, Москву, Ковентри, Белград, Краков, Ленинград. Именно сюда он вернулся после того, как Гитлер впервые подверг его унизительной критике в 1942 году, после налетов союзной авиации. С тех пор он начал сторониться политической деятельности, отошел от старых друзей, редко появлялся на приемах и митингах. Хотя по-прежнему для всех в рейхе он оставался преемником фюрера, его ближайшим соратником, нацией номер два. Гиммлер однажды сказал Шелленбергу, все, Геринг кончился, Гитлер никогда не простит ему бомбежек Германии. Итак, Штирлиц отвел Геринга потому, что рейхсмаршал потерял ту реальную власть, которую он обладал, во-первых, и во-вторых, потому что санкцией Гитлера находился под постоянным наблюдением секретной службы Гиммлера. Нет, думал Штирлиц, в моей борьбе на Геринга ставить нельзя, он колосс на глиняных ногах. Кто еще разделял ваши пораженческие настроения? Кто из ваших сослуживцев, подчиненных, помощников? Кто еще? Кто? Кто из ваших сослуживцев, подавляйте допросы. 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 Продолжение следует... Речное дело Мюллера Генриха, группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА, тайная государственная полиция, Гестапо. Характеристика на члена НСДАП с 1939 года Мюллера Генриха, группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА. Истинный ариец. Характер нордически выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин. Связей порочащих его не имел. В работе проявил себя удающимся организатором. Я не хочу будить вас в злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии совместной борьбе. Но факты говорят о следующем. Первое. Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу Краковской операции. Он был там, когда город по странному стечению обстоятельств остался невредим, хотя должен был взлететь на воздух. Второе. Он занимался исчезнувшим Фау. Фау. Фау исчез. Я молю Бога, чтобы он утонул в болотах между речья Висла и Вислаки. Третье. Он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия. Не хотя явных провалов нет, но и удач, рывков, ощутимых побед мы тоже не наблюдаем. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сейчас, не дожидаясь, пока нам принесут его дела, опровергли бы мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу. И мне хотелось бы получить у вас документ...